Почему? Я сломаю тебя. Думаешь? Да. Как? Я всего тебя сломаю. Разобью тебя. Полностью. В мишень, которую не видишь, не попасть. Так, пять раундов или меньше. Я смогу нокаутировать его. Колено! Спрашивает я с колена. О, нельзя! Конечно же, я ни в коем случае не хотел это сделать специально. Я был сфокусирован на том, как стоят его руки. Именно рассказывал за то, как стоят руки на земле, пальцы. И я на этом моменте зациклился. И обратил внимание, когда поднял он руки. После уже ударил. Спрашивает я с колена. О, нельзя! Так, смотрим. Стерлинг колена было. Он коленом своим касался канваса. То есть в этот момент Можно было бить только руками. Да, это жесткий удар. Причем Ян спросил колена. И ему ответили да. Есть теория, что именно с угла тебе сказали ударить его, ударить его. Сделал ли ты после инструкции угловых? Я, честно сказать, я даже не понял, что они мне сказали. В итоге бой закончился так. Я думал, что бой был очень близким. Я думал, что уступил ему два раунда. И, конечно, я не хотел так выигрывать. Я не такое себе представлял. Конечно, все закончилось стрёмно. И я пытался встать и продолжить, несмотря на то, что я разбит. Но... Считаешь ли ты, что он бы мог продолжить бой? Я не знаю. Это уже со стороны вам виднее. Ему тоже виднее. Но вы видели, что я выиграл этот бой? Да, я был в хреновом состоянии. Это обидно. Это досадно. Но я думаю, что он, как боец, такой пояс, в таком поединке, он не примет этот пояс. И если нам организуют реванш, и у него все в порядке будет, то я с удовольствием проведу с ним рематч в ближайшее время. Думаю, если бы я повелся на поводу у своего эго, я бы просто понес еще больше ущерб. Алджимейн, послушай, что нам только что сказал Хабиб Нурмагомедов. Потому что Хабиб был рядом с угловыми, и он спросил... Петр Ян спросил у своих угловых, можно ли бить коленом. И они сказали, да, да, бей. Вы сами все видели, я честно... Я даже не знаю, что сказать. Я понимаю, что я допустил ошибку со стороны правил.